Всем добрый день! Рад приветствовать членов клуба технопутешественников. Сегодня я это делаю из Гамбурга, где мы, компания RoboLabs, участвуем в выставке SnackSpo. SnackSpo это крупнейшая выставка в мире производителей оборудования для индустрии снэков. Для вас это немножко странно, потому что вы нас знаете в основном как производителя и поставщика оборудования для ресторанов. Но значимая часть нашего бизнеса это производство линий для попкорна. Наши линии сегодня работают много где в России, работают в странах, скажем так, СНГ, бывшего СССР, работают в Италии, работают в Румынии, Турции, работают в США и наша гордость даже в Швейцарии. Поэтому я здесь. В этом году мы выставляемся вместе с нашим немецким дилером компанией Haase. Мы работаем с ней много лет, а компания вообще старейшая на этом рынке. Вот такое очень хорошее, доброе партнерство с ними. Я скажу немножко про обстановку, скажем так, которая сейчас интересует многих. Если после 24 февраля мы немножко встречались с какими-то моментами, что там не хотят работать с Россией, сейчас этого нет. Все понимают, что бизнес есть бизнес. Вот что мы делаем оборудование, которое нужно, которое востребовано. Еще что нам надо сказать, что, конечно, путешествовать стало очень тяжело. То есть я сюда летел через Анталию и в общее время пути составило 12 часов. Достаточно тяжело. Сравним с тем, что было раньше. То есть это было 3 часа и там несколько рейсов в день в Гамбург. Вот. Ну, а это переживаемо. И когда-нибудь это закончится, и рейсы возобновятся. Вот. А сейчас надо немножко потерпеть. Выставка для основной аудитории нашей не очень интересная все-таки, потому что, ну, снеки и рестораны – это разные, разные истории. Вот. Но, тем не менее, я там какие-то моменты расскажу, покажу, что тут встретилось интересного, хорошего, что мне понравилось. Ну, и где больше всего народу на выставке? Очевидно, что у нас. Потому что мы показываем, как делают попкорн, и еще и угощаем. Вот. На самом деле, интерес к оборудованию очень живой и хороший. Вот эта компания Polar, английская, делает они вот такие гигантские машины для производства попкорна. Так называемый мокрый метод, то есть на масле. В машину можно загрузить одновременно 10 килограммов попкорна, делает она примерно 120 килограммов в час. На один цикл уходит 5 минут. Машина работает на газу. У них есть… Вот тут всякая система газовая, очень красивая. Но у них есть электрические меньшего размера машины. Вот, например, вот такая вот. А этот, друзья, из Чехии, миксер вот такой вот делает. Значит, конкретно этот вмещает 1100 килограммов теста до 1800 литров. И стоит он 80 тысяч евро. Я тут вспомнил качество лопаток одного из наших производителей, который был на пире. Вот, немножко… Нам есть куда стремиться. Но я уверен, что наши смогут делать и… Ну, как минимум, вот так вот или лучше. А вот в таких барабанах наносят всякие разные сизиннинги на чипсы и прочие снеки. Размерчик хороший. Качество тоже очень впечатляет. А что делают на этих машинах? Вот такие вот люто популярные сейчас в Европе снеки. Экструдированные из, так называемых, пеллет. Каких их только не бывает. Прямо огромное количество. Делают их вот на таких вот экструдерах. Очень точное оборудование. Очень дорогое. А когда делаешь такие чипсы и пеллеты, то их надо время от времени поднимать куда-то. Да, и для этого существуют такие вот вибрационные конвейеры, которые мне страшно нравятся. Потому что тут, смотрите, прям волшебство происходит. То есть, как бы, продукт самостоятельно ползет вверх. Вот. Все это происходит в результате, скажем так, геометрически направленной вибрации, создаваемой вот этими вибромоторами. И вот оно идет и идет. Очень мне это нравится, штука. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.